Всем привет и сегодня мега распаковочка 4 беспроводных наушников с сайта banggood.com Погнали! Ссылки на все товары как всегда будут в описании под этим видео Начнем с QCU, вот такой вот коробочкой не поставляется, качество коробки достаточно неплохое На фронтальной части у нас название фирмы, ну а на задней характеристике наушников Есть даже индивидуальный номер, по которому можно проверить оригинальность товара на сайте QCU Итак, в комплекте у нас наушники, качество материала, с которого сделаны наушники, достаточно хорошее Ободки вокруг ушей выполнены из мягкого прорезинового пластика Далее у нас вот такая вот коробочка, в которой нам положили инструкцию с подробным описанием товара и его характеристиками Там же есть пункты, как законнектить наши наушники к смартфону И пакет с дополнительными амбишурами разных размеров Ну и наконец USB кабель для зарядки наушников Итак, чем же цепили меня эти наушники? Во-первых, дизайн Согласитесь, выглядит неплохо Наличие ободка вокруг ушной раковины Так что можно не бояться, что наушники спадут при беге или ходьбе, или даже при занятии спортом QCU оборудование Bluetooth 4.1 И работает на расстоянии до 10 метров от смартфона Время прослушки музыки до 5,5 часов Время зарядки 2 часа Наушники также оборудованы микрофоном Вес примерно 18,5 грамм Звук очень даже неплохой Есть и низкие частоты, и высоких тоже достаточно Из минусов это неудобное расположение microUSB для зарядки Не сразу попадешь, так сказать Свет наушники просто отлично Ободки не натирают Так что никакого дискомфорта при носке они не причинят Xialote H2 Почему я их назвал сомнительными? Не из-за того, что они мало стоят или у них дизайн как-то отличается от других Нет, просто когда я их распаковывал и взял в руки, сразу же почувствовал дешевый пластик И те места, где наушники захромированы, просто не внушают доверия Многие знают, что со временем происходит с хромированным пластиком Комплектация у нас стандартная Сами наушники в пластиковой коробке Инструкция Комплект амбишуров Вставок во внутреннюю область уха Чтобы наушники не выпадали Подойдут эти вставки только если у вас маленький уш Итак, Xialote H2 оборудованный Bluetooth 4.0 Мощность 10 мВт Время прослушивания музыки, как заявляет производитель, 6 часов На средней громкости Хотя вряд ли наушники за 1000 рублей будут играть 6 часов Жабра играет 4.5 Насчет зарядки производители тоже определиться не могут То ли они заряжаются час, то ли два, непонятно Итак, звук Звук есть, это радует Низких немного Но слух не режет от их отсутствия QCU на порядок лучше звучат Дизайн, как по мне, так себе Из-за такого дизайна аккумулятор расположен вдоль наушников И как бы перевешивать, из-за чего они могут выпасть из уха Но это все зависит, конечно, как вы запихнете их в ухо Ну, в смысле, как глубоко Фока EPB02 Коробка притягивает взгляд Как всегда, все по стандарту Куча надписей, характеристики и прочее Фока единственная наушники Ну, в смысле, из тех, что у меня сейчас С аккумулятором в пульте Из-за этого нам разгрузили уши В комплектации у нас куча всякой макулатуры Кому на нас да не знаю, правда Амбищуры Даже есть вставочки Кабель зарядки, но и сами наушники Да, у наушников металлические корпуса Не знаю, хорошо ли это или плохо Зимой как прилипнут к ушам Или чего еще Звук похож на качество QCU Можно сказать, на 8 из 10 потянет Уши разгружены от аккумулятор Дизайн очень даже неплохой Кнопки на пульте выполнены в виде плюсы и минусы Хотя, если честно, это затрудняет их нажатие Время работы в режиме разговора 6 часов В режиме прослушки музыки 4 часа Время зарядки примерно 2,5 часа 10 мм мощности Bluetooth 4.0 Наушники поставляются в двух цветах Полностью серебристые и с красными вставками Ну и напоследок я препятствовал новинку от Meizu Наушники EP51 Их коробочка радует глаз Красота, да и только На фронтальной части у нас фото, как выглядят сами наушники А сзади через прозрачный пластик Мы можем даже на них взглянуть воочию С дизайном, конечно, Meizu постарались Ничего не сказать, они реально притягивают взгляд Первый раз испытывал такое классное чувство, когда распаковываешь эти наушники Meizu даже коробку классно придумали Просто красота В комплекте у нас 6 дополнительных амбишуров Они подходят только под эти наушники Очень мягкие, ухо не натирают Также в комплекте идет чехол для переноски наушников Вот могут же, когда захотят В чехле нам положили инструкцию на английском и китайских языках И кабель зарядки Стилизованный кабель зарядки В комплекте других наушников такого не было Ну и сами наушники Мягкий силиконовый кабель Пульт управления с софт-тач пластиком Лепота, да и только Внешне Meizu выглядит просто супер Накладки на наушниках из нержавейки Как заявляет производитель, вода этим наушникам нипочем Даже в описании товара было написано Что хоть и указано, что они водонепроницаемые Это не значит, что можно заниматься спортом под дождем Meizu нам обещает 6 часов работы 1,5-2 часа зарядки Bluetooth 4.0 с EDR 10 мВт вочности И 45 часов включенной в режиме ожидания Вес 15,5 грамм Ну и что же, мои впечатления о звуке Ох, неплохо, потянет Примерно 9 из 10 Низких и высоких в меру Чуть лучше, чем у первых наушников от QCU Все наушники довольно уверены За счет вставок на амбишура Из мелких плюсов Это силиконовый кабель Мягкие кнопки И огромный плюс Это магниты в самих наушниках Которые не дают им заскочить в шею На этом все Все ссылки в описании под этим видео Подписываемся на канал Поднимаем ваши пальчики вверх И до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok